Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто впервые на канале, меня зовут Алла. Ну, что я могу всех поздравить с началом, с приходом весны. Но, несмотря на то, что это такое приятное, мое самое любимое время года, оно сопряжено с такими неприятностями, как ослабленный иммунитет после зимы, вообще ослабленное состояние организма, плюс вирусные нагрузки тут подключаются. Не знаю, как у вас, у меня лично всегда февраль, март, начало марта сопровождается вот какими-то болячками. И, естественно, хочется как-то поддержать свой организм. И сегодня я подскажу вам, как это можно сделать, причем доступными натуральными продуктами. Я сразу хочу оговориться, я не сторонник того, что, как бы, я знаю, что некоторые убеждены в том, что продукты питания полностью способны восполнить дефицит в нашем организме чего-либо. Я не сторонница вот этой теории, я все равно принимаю и биодобавки, и витамины. Однако есть некоторые натуральные продукты, от приема которых я не отказываюсь, потому что вижу пользу, и она очевидна. И первый натуральный продукт, о котором пойдет речь, я начну именно с него, потому что, ну, конечно же, он из этих двух сегодняшних моих продуктов отвечает за поддержку иммунитета прежде всего. Это всем известная пряность, девочки, гвоздика. Что такое гвоздика? Это засушенные бутоны цветово-гвоздичного дерева. И она обладает, ну, реально очень большим спектром воздействия. Она и антиоксидантное воздействие, и антимикробное оказывает, и противовоспалительное, и противовирусное, и даже противогрибковое свойство у нее есть. Итак, какая же польза будет от ежедневного применения гвоздики? Прежде всего мы укрепим иммунитет, потому что сюда входит витамин С, а это природный антиоксидант, который шикарно справляется с такой задачей, как укрепление нашей иммунной системы. Далее, в состав гвоздики входит еще такое очень интересное биологически активное соединение, как эвгенол. Я не буду сейчас долго распространяться на эту тему, скажу лишь так, что это соединение, оно очень хорошо укрепляет печень, то есть способствует регулированию работы вот этого органа. Далее, прекрасно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, устраняет такие неприятности, как метеоризм, сдутие, запоры, например. Также снижает уровень сахара в крови, вот этот самый эвгенол. Если вам интересно, вы погуглите, поищите информацию, действительно крутое очень вещество. Но для меня гвоздика, прежде всего, это как такой природный антисептик, природный антибактериальный продукт. Потому что я человек, страдающий такой неприятностью, как хронический тензелит. И у меня всегда конец зимы, начало весны сопряжены с такими неприятностями, как боли в горле. То есть у меня месяца не проходит, чтобы у меня не болело горло. По крайней мере, было раньше так. Но вот именно с того момента, как я начала употреблять, а я жую, я жую по два бутончика в день, у меня ни разу не возникло неприятности в плане горла. Ну и также я считаю, что гвоздика очень неплохо еще укрепляет десна. Да, я рассказывала, у меня опять же проблемы с деснами были, я сняла воспаление. Ну, мне тут сейчас трудно сказать, потому что я использую и правильную пасту, и правильную щетку, и правильно там ополаскиватели у меня разные. Но и одновременно с этим я начала оживать гвоздику. И опять же, у меня проблем с деснами пока больше не возникало. Значит, по противопоказаниям. Я, конечно же, не врач, но я, естественно, перед тем, как вообще начать употреблять эту гвоздику, я ознакомилась с противопоказаниями, могу вам их озвучить. Значит, смотрите, если у вас какая-то есть язвенная болезнь в стадии обострения, или, допустим, вы прям такой очень серьезный гипертоник, прямо очень серьезный, то тогда, значит, тоже не стоит ее употреблять. Ну и, собственно, какая-то индивидуальная непереносимость, если какие-то у вас, ну, может быть, аллергия какая-то есть, то, ну, понятное дело, что тоже нельзя. Значит, смотрите, ну, гвоздика, гвоздики рознь. Здесь очень можно легко нарваться на подделку, и, собственно, тогда прием вот этой пряности будет, он просто бесполезен. Сейчас я вам расскажу, как отличить подделку от неподделки. Смотрите, вот я купила новую себе упаковку сейчас специально, потому что у меня заканчивалось, ну, здесь буквально осталось несколько бутончиков. Я покупала ее в индийском магазине, вот эту гвоздику, которую сейчас употребляю, заканчиваю. Но для съемки видео мне ее было явно мало, и я решила купить. Причем, знаете, я ориентировалась на стоимость. Я покупала ее в обычном продуктовом магазине. Я выбрала самую дорогую. И когда я ее вскрыла, ну, вот видите, да, бутончики, вот они такие достаточно большие, такие какие-то жирненькие. А вот рядышком я положила специально, чтобы вы видели, это вот такие маленькие совершенно бутончики из индийской, из индийской лавки. Так вот, как мы проверяем гвоздику на подлинность? Вот здесь я уже проверила, потому что я сегодня, ну, как бы вскрыла, думаю, надо посмотреть вообще, что. Дело в том, что надо набрать стакан воды, ну, буквально вот немножко. Далее берем гвоздику, вот этот бутончик, и со всей силы мы бросаем в воду. Так вот, если этот бутончик не тонет, а остается плавать на поверхности, значит, девочки, это пустой бутончик. И от него толку будет ровно как ноль. Бутончик настоящий, он должен, вот так вот, то, что я принимаю сейчас, вот остатки у меня, он должен утонуть. И вот таким образом мы проверяем, нормальный продукт или нет. Так что вот такая антиреклама у меня вот этого продукта. Имейте в виду, здесь видно, да, что у нас, что у нас тут, как называется, добрый гном. Девочки, не рекомендую я покупать вот эту гвоздику, потому что это будут просто выброшенные деньги на ветер. А вот эта гвоздичка самое то. Вот, видите, маленькая, вроде такая неказистая, но при этом очень полезная. И сразу хочу сказать, что, как я уже сказала, дважды в день я употребляю перед выходом на улицу с утра и вечером после ужина два бутончика. Когда я первый раз ее вообще взяла в рот, разжевывала, у меня, конечно, было такое состояние, ну, мне не очень понравился и вкус, и вообще какой-то вот этот вот, сразу пошел вот этот какой-то эфир у меня в арту, я уже чувствую, что прямо сейчас все, язык анемел. Но, знаете, со временем я втянулась, и могу сказать, что мне даже нравится. Совершенно спокойно, вот, а главное полезно. Ну и второй продукт, это тыквенное масло, мною любимое горячо. Сейчас объясню, почему. Вообще тыкву, как продукт, за счет того, что и вкусовые качества, да, и какие-то полезные свойства, этот продукт культивируют люди уже много веков, но потом поняли, что полезна, собственно, не только сама тыква, но еще и семена и масло, получаемое вот из этих семян. И в Австрии, где, собственно, и началось производство вот этого масла. Первое время, когда только начали производство, был издан указ о том, что масло тыквенное должно продаваться исключительно в аптекарских магазинах. То есть не для еды его продавали, а исключительно только в лечебных целях. То есть понимаете, насколько почитались его лечебные свойства. У меня такая заюзанная немножко бутылочка, да, но не обращайте внимания, потому что она у меня уже, масло заканчивается. Просто хочу, чтобы вы видели, да, что вот темное стекло, что обязательно хранить в холодильнике, ну, чтобы вы все это понимали. Значит, тыквенное масло является 100% жиросодержащим продуктом. В него входят жирные кислоты, среди которых преобладают омега-6 полиненасыщенные. Ну, и также огромное количество различных витаминов и других компонентов, таких как, ну, опять же, смотрите, да, я вот вам выкладываю табличку. Ну, понятное дело, что здесь на 100 грамм продукта указано, да, если употреблять, как положено, два раза по чайной ложке, получается, мы будем употреблять 10 грамм продукта. Соответственно, вот эти все показатели надо делить на 10. Получается не так много, но все равно есть, и это приятно. Какие полезные свойства? Ну, опять же, и на кровеносную систему влияет очень хорошо, и на пищеварительный тракт. Собственно, вот для чего я употребляю тыквенное масло, это как желчегонное, как натуральный, очень сильный и эффективный желчегонный продукт. То есть, если у меня, поскольку, опять же, проблема есть с желчным, у меня там дискинезия, там, ну, т.д. и т.п. они будут тоже углубляться. И у меня, допустим, урсофальк, это просто спутник всей моей жизни, я его практически принимаю, ну, с небольшим перерывом. Так вот, с тех пор, как я начала пить вот это масло тыквенное, я ни разу не принимала урсофальк, и, вы знаете, я чувствую улучшение, я прям чувствую, как мне с каждым днем становится все лучше и лучше. Вот именно в плане желчного пузыря. Ну вот, а благодаря, конечно же, тем витаминам, которые, вот вы увидели, входят в его состав, он оказывает комплексное воздействие, вот этот продукт, на вообще все наши органы, начиная от зрения, не знаю, заканчивая работой желудочно-кишечного тракта. Улучшается состояние кожи, улучшается состояние ногтей, улучшается состояние волос, это если в плане красоты. Также вот это масло, я, по крайней мере, знаю, читала, перед тем, как начать употреблять его, используют, допустим, как антигельминтное средство. Ну, либо, как бы, прогнать, либо просто предотвратить, типа, профилактики. Вот если выпивать его по чайной ложечке натощак, ну, где-то за полчаса до еды, дважды в день, то, собственно, будет вам счастье, вот, в этом вопросе. Также это масло, оно способствует, кстати, улучшению работы почек, и вообще мочи выделительной системы. Очень хорошо снимает отеки, очень хорошо регулирует вот этот вопрос. И, кстати, даже у мужчин, те, кто страдает такой неприятностью, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы, даже некоторые врачи рекомендуют употреблять вот этот продукт. Ну, у меня папа, да, он страдает такой неприятностью, но он уже пожилой, глубоко пожилой человек, ему почти 80 лет, вот, но, тем не менее, у него есть эта вот такая болячка, и врач ему сказал, что таблетки, собственно, не надо, говорит, попейте, вот, хорошее тыквенное масло, и тоже все у вас, в общем-то, должно нормализоваться, по крайней мере, не будет усугубляться ситуация. Так, значит, оно по консистенции такое тягучее, оно темного такого цвета, насыщенного, слушайте, вот, ну, вот, видите, да, какое оно? Не знаю, запах очень приятный, у него аромат такой и вкус тыквенных семечек. Не знаю, как вам лично, мне очень нравится, я с удовольствием его употребляю. Вот, видите? Я употребляю его дважды в день, как уже сказала, натоща, где-то за полчаса до еды. Очень нравится. Вот эта бутылочка сейчас заканчивается, собираюсь купить новую. Единственное, что цена, цена кусается, сразу скажу. Вот эта бутылочка, она стоит где-то, что ли, 800, по-моему, рублей. Ну, вы поймите, качественный продукт такой, он не может стоить 100 рублей, ну, просто не может. Как уже сказала, хранить надо в прохладном, темном месте, хорошо закрывать, вот, и будет вот такая польза для всего организма. Так, значит, по противопоказаниям. Ну, здесь такое явное одно есть противопоказание, если у вас есть калькулезный холецистит, то есть по-русски это когда есть камни желчные. Потому что, как любой желчегонный продукт, при таком заболевании, значит, употреблять нельзя. Ну, либо надо посоветоваться с врачом. Вот, во всех остальных случаях, ну, и, конечно же, если есть какая-то аллергическая реакция, индивидуальная непереносимость тыквенного масла, не знаю, вот. Во всех остальных случаях очень вкусно и полезно. Ну, вот, друзья, познакомила я вас сегодня с двумя абсолютно натуральными, не содержащими никаких химических добавок продуктами, которые благодаря своим составам только лишь благоприятно сказываются и на иммунитете, и корректируют работу наших внутренних органов. Ну, опять же, для того, чтобы увидеть результат, надо пропить хотя бы месяц, да, понять. Потому что это не те продукты, не те таблетки волшебные, если ты съел или выпил, и у тебя тут же все прошло, все отпустило, нет, такого эффекта не будет. Надо подождать, понимаете? У нас же все такие торопыги, всем надо все и сразу. Натуральные продукты, они чем? Всем хорошо, должен пройти какой-то момент накопления, и потом они начинают работать. Но я, поскольку пью уже, вот я говорю, заканчиваю второй месяц и жую и пью, я результат вижу, я довольна. Но, опять же, я остаюсь все равно приверженностью того, что невозможно перекрыть дефицит витаминов и различных микро-макроэлементов у нас в организме только лишь с помощью питания. Невозможно. Я не знаю, сколько надо выпить этого масла или сколько съесть этой гвоздики, чтобы полностью закрыть дефицит. Все равно он остается. И поэтому я, конечно же, помогаю себе, поддерживаю организм, принимаю витамины дополнительно, пью БАДы. И, кстати, в следующем видео я, наверное, да, в следующем расскажу вам, какие БАДы и витамины я пью, потому что многие из вас задают вопрос. По-моему, эта тема тоже актуальна для многих. Вот. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Я всем желаю здоровья. Еще раз поздравляю с наступлением весны. Прощаюсь с вами, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.